Чувствуешь себя супергероиней и сразу ощущение, что ты всё можешь. Анна Якимчук работает в сельсовете, но с недавних пор она ещё и спасательница. Доказываем нашим защитникам, поддерживаем их и своими действиями внушаем в них уверенность в том, что они могут быть за нас спокойны, рассчитывать на нас в то время, как они защищают нас. В общине неподалёку от Ровна женщины организовались и создали добровольную пожарную команду. В бригаду вызвалась 21 представительница прекрасного пола. Это местные жительницы, каждая из которых имеет работу, но по сигналу тревоги все становятся спасательницами. Команда сейчас проходит обучение. Татьяна только что подала свой первый водяной ствол. Женщина условно тушила огонь. Главное вот взять ногами опору, так оно в принципе не шатает, немножко оно качает, но я бы не сказала, что очень тяжело. А опыт девушкам передают профессиональные спасатели. По прибытию на любой пожар производится предварительное развертывание. Пустой рукав килограмм ориентировочно 7,5. С водой наполнен 90 килограмм. Есть пожары разной сложности, но это отрабатывается. В этом сложного ничего нет. Задача добровольцев – сдержать огонь или начать ликвидировать чрезвычайную ситуацию ещё до приезда спасателей из государственной службы. Если есть потерпевшие, оказать им первую домедицинскую помощь. Не дышит или выдох один раз. Мы не теряем времени. Два вдоха, 30 нажатий. Пожалуйста. Мы учим девушек, которые не являются медиками. Они могут остановить сильное кровотечение и могут спасти человека при остановке дыхания и при остановке сердечной деятельности. Держу. Это подняла, и вот у вас два рычага. Перевернула. Людмила только что условно спасла свою коллегу, которая якобы потеряла сознание. Женщина решила стать спасательницей после того, как её супруг погиб на фронте. У меня трое детишек, и даже если мы живём в гражданской жизни, у нас каждый день есть опасность. Каждый день. И я считаю, что каждому человеку нужно уметь и знать, как оказывать медицинскую помощь. Обязательно и практиковать. Пока женщины-спасательницы на вызовы не выезжали, однако готовятся к любым чрезвычайным ситуациям. Центр безопасности граждан в Великой Амеляне открыли ещё в начале полномасштабного вторжения. Всего в Ровенской области действует более двух десятков экипажей из пожарных добровольцев. Теперь на стражу безопасности заступила и единственная в области женская пожарная команда. Сила в женщинах-добровольцах.